Вот такая у нас сборка получилась. Вот у нас подача из скваза. Насос подает на создание. Здесь у нас манометр. Пошло дальше. Фильтр дисковый с промывкой в дренаж. После него у нас рационная колонна с компрессором. Дальше все идет в колонну с комбинированной загрузкой. Здесь у нас трехходовой клапан с приводом, чтобы автоматически он на промывку встает, берет воду очищенную. Насосы попадают в систему водоснабжения. После него ионно-обменная смола. Дальше механический фильтр и все это пошло у нас в баки накопительные. С накопительных баков насосами раздаем. Да, насос один рабочий, один визерный. Вот такой блок управления с ротацией, чтобы насосы не застраивались. Бачок с датчиком и все это под эту систему. Здесь у нас развилка как раз идет на дольходовой и в систему водоснабжения. Пампа УФО, байпас на лампе и дальше. Система водоснабжения. Обязательно у нас перелив на баке сделан в дренаж. Здесь у нас тоже помывка с колонны, дренаж. Перелив обязательно на старевом баке. Перелив в дренаж. Вот такая вот система у нас получилась. Проверяем работу насоса и работу верхнего уровня. Насос готов к готовности и получается 4.1. Насос отключен. Нажимаем на, значит, плановка. Клапка у нас переключается на плановку. Сейчас привод должен проходовой клапан погонуть. Начало падать давление. Отключился насос. Компессор выключился, потому что помылая саловая из бака. Теперь имитируем окончание помывки. Все, помылая саловая из бак. Все, помылая саловая, кончилось. И насос у нас к нам. Дамы РТ. Дамы РТ. Проверяем. Дамы РТ. Продолжение следует...